Кадровые перестановки. Сегодня сразу в двух областях генпрокурор Юрий Луценко представил новых прокуроров. Кого поменяли и помогут ли обычным гражданам такие перестановки? В сюжете наших корреспондентов. Представить нового прокурора Ривненской области Юрий Луценко прибыл с самого утра. Вместо Олега Соболя, который заслужил славу борца с янтарной контрабандой, назначает львовянина Богдана Подубинского. Новый испеченный прокурор уверяет, продолжит работу предшественника. Но больше всего журналистов интересуют его доходы. Декларация. Декларация у меня. Декларацию, может, прочитали. Я получил на законных подставках квартиры в Херсоне. А заработная плата? Какая заработная плата еще? Нема ничего. Женка? Женка – державный службовец. Деда в фонде держмайна. Сын працюет в службе безопасности, дочка нотариус. Дальше по плану черновцы. Того самого Олега Соболя Юрий Луценко везет уже в этот город. Такие кадровые изменения связаны с критическим уровнем контрабанды в области, объясняет генпрокурор. Вагоны с незаконно вырубленным лесом местные жители фиксируют ежедневно. Вот только виновных никак не найдут. Бороться на Буковине Олег Соболь будет не только с контрабандой леса, но и с незаконной торговлей сигаретами. Уверяет, что готов к сотрудничеству с активистами. А вот сами активисты пока настроены скептически. Дескать, за все время борьбы с незаконной контрабандой результатов работы правоохранителей так и не увидели. Бывает, что руки уже падают, думаешь, когда это закончится, бардак этот. Для галочки, говорю, там сломали какого-то лесника несчастного, что там две колоды украли. А серьезного мы пока что не видели. В принципе, сейчас есть уже пять таких серьезных справ, связан с распространением леса. Если они будут запущены, тогда можно будет уже говорить. Наведут ли порядок новые прокуроры, покажет только время. Причем много времени на раскачку активисты им не дают. В Черновцах, например, на все про все отвели только месяц. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер.